Итак, коллеги, всем утро доброе, с вами Кит Финанс Брокер, меня зовут Дмитрий Шагардин, я представлял, что у меня наш традиционный утренний видеобрифинг эспрессо, наше подобие утреннего премаркета. Напоминаю, что с расписанием всех наших онлайновых мероприятий вы можете ознакомиться на сайте broker.com.ru, записи видеобрифингов выкладываются после обработки на нашем официальном канале на YouTube, youtube.com.br, его адрес видите на своих экранах, сейчас же я предлагаю переместиться к рабочему столу, и пока этот пол загружается, напомню, что вы можете воспользоваться вкладкой чат и вкладкой вопросы-ответы, для того, чтобы оставлять свои комментарии в онлайне, все эти комментарии я безусловно вижу, слышу, и на вопросы могу ответить. Так, подгрузился наш рабочий стол, пойдем по традиционным сценарию с вами. Американские рынки завершили вчерашний день на положительной территории в целом, индекс доу подрос на 0,12%, на S&P 500 на 0,4% и NASDAQ на 0,9% практически. Рынки развивающиеся вчера показали динамику отрицательную, мексиканский фондовый индекс снизился на 0,14%, бразильская боевая спа потеряла процент и 0,2%. Ну вот, интересная картинка, давно с вами не обсуждали коэффициенты PE, Price to Earnings по индексам. Вот по индексу S&P 500 коэффициент PE уже находится на отметке 17,33%, что в целом выше среднеисторического значения в 15 с хвостиком пунктов. Но, тем не менее, высокий коэффициент PE пока еще не говорит о том, что на рынке американском надулся полноценный пузырь. Формирование его продолжается, я думаю, продолжится. И о каком-то действительно пузыре можно говорить будет, когда S&P. PE по S&P будет уже, наверное, выше отметки в 20 пунктов. По динамике с начала года, собственно, картина мало, чем изменилась относительно каких-то предыдущих недель. Доу индекс с начала года в нуле, S&P 500 плюс 2% почти прибавляет, и высокотехнологичный NASDAQ минус 1% с начала месяца мая, который по традиции считается месяцем не очень хорошим для рынка акций. Ну вот отчасти он начинает уже, собственно, подтверждаться. С начала мая месяца индекс доу потерял 0,4%. S&P ничего не показал с начала месяца. Высокотехнологичный NASDAQ после распродаж апрельских немножко отскочил, плюс 0,3% с начала месяца нарисовал. И вот мы видим очень хорошую динамика напротив, она наблюдается на emerging markets. По части американских индексов мексиканский рынок и бразильский прибавили по 4% в долларах в мае месяце. Такой ралли в целом наблюдается на emerging markets. Об этом с вами подробнее поговорим. По Европе с начала месяца динамика отрицательная, минус 2% в среднем нарисовали. По крупнейшим 50 европейским компаниям, которые формируют индекс Евростокс. 50 хуже всех в этом месяце смотрелась итальянская фондовая биржа. Но тут ничего не странного, потому что с начала года итальянцы, собственно, показывают очень хорошую динамику, плюс 7% практически. Ну вот половину роста они растеряли в мае месяце. Конечно, была у меня идея хорошая тут попытаться зашортить европейский долг по периферийным странам, потому что доходность по 10-летним облигациям Италии, Испании, Португалии, они сейчас на многолетних минимумах. Просто там такая эйфория. И я думаю, что эта эйфория скоро закончится. Но проблема в том, что на самом деле практически не найти бумаг под шорт, долговых бумаг европейской периферии, в РИПО их не дают, поэтому, собственно, тут торговая идея пока имеет место быть, но реализация практическая. Ее пока не совсем понятно мне лично. Так, ну не будем отходить от темы. Азиатские рынки сегодня чувствуют себя преимущественно так неплохо, но на самом деле разноправленная динамика в большей части наблюдается. Никей японский растет на 0,8%, Гонконг на 0,7% подрастает, материковый Китай в нуле практически торгуется, Южная Корея в минусе на 0,3%, Австралия на 0,3% в плюсе, напротив Индия после бурного роста в прошедшие дыни показывает сейчас отрицательную динамику. Ну вот, если посмотреть на динамику с начала года, вот мы видим супердинамика у нас наблюдается по Индии, плюс 20% практически этот рынок прибавил, Япония напротив минус 10%, Китай в нуле. Ну вот, действительно, Индия вот очень сильно выделяется на этом фоне, Индонезия выделяется на этом фоне, плюс 22% тоже. То есть тут по ряду стран Emerging Markets, а эти страны входят в группу развивающихся, мы наблюдаем очень мощное ралли с начала 2014 года, и такая вот динамика у нас получается. Ну, собственно, сегодня утром на азиатской сессии настроения такие противоречивые. По динамике фьючерсов на американский индекс, она, собственно, нулевая, по большей части. Июньские контракты на S&P, Dow и NASDAQ торгуются нулевых отметок. Та же самая картинка по июньским контрактам на британские FTSE 100, которые сейчас стоят в нуле, практически не меняются. То есть тут никаких сигналов плохих, хороших не видно. Нефть стабильно 109,54, по Brent'у 16% сегодня прибавляет. Тоже здесь ничего интересного. С начала года нефть Brent минус 1% показала по своей динамике. Золото стабильно 1290 долларов за тройскую унцию. Здесь никаких интересных историй в золоте нету. Но об этом я уж тоже много об этом говорил, что 2014 год для золота это год флетовой динамики, либо падения, поэтому здесь особо ничего интересного нету. И динамика, собственно, по валютам против американского доллара рубль сегодня стабилен, спокойно. Турецкая лира ослабляется, индийская рупия, индийская рупия, австралийский доллар, вот эти валюты находятся под давлением сегодня. Поэтому я бы так в целом сказал, что сантимент сегодня в сторону покупок американского доллара, то есть ухода в безрисковые активы. Ну и, собственно, судя по динамике других рынков, которые мы с вами уже рассмотрели, тут, собственно, я бы не сказал, что как-то преимущество за быками, либо за медведями. Такая динамика в целом нейтральная, ну, с такими, наверное, все-таки негативными нотками по Emerging Markets. Поэтому открытия на российском рынке я ожидаю вблизи нулевых отметок и не думаю, что тут инициативу перехватят быки, либо медведи. Ну, посмотрим, как будут сегодня события развиваться, потому что ключевым событием для российского рынка, безусловно, является поездка Владимира Путина в Китай, двудневный визит. Намечается очень большое количество подписаний различного рода документов, порядка 43-х контрактов должно быть и может быть заключено в Китае. Ну и ключевой вопрос, который уже 10 лет на повестке дня стоит, это подписание договора между Россией и Китаем по газу. Ну, собственно, ключевой момент в том формуле, в той, в которой будет рассчитываться цена на газ и, ну, вроде, согласно предварительным данным, цена поставок газа в Китай будет примерно по ценам тем, которые Россия отпускает газ в Европу. Поэтому, ну, интрига пока сохраняется, но, в общем-то, думаю, что все будет подписано, все будет хорошо, неплохо. С одной стороны, России надо обязательно подписать контракт с Китаем и обозначить то, что, ну, Европе и Западному миру в целом, то, что для них европейский рынок, для России европейский рынок это не есть. Самое главное, что Россия активно уходит в развитие связей со своими азиатскими соседями. Вот. Ну и Китаю тоже выгодно, потому что сейчас можно немножко подавить на Россию в плане цен, да, и Китай тоже все-все-все прекрасно, достаточно понимает, что сейчас хорошее время для заключения контрактов, для торга хорошего. Вот такие вот, такая ситуация. В целом, по глобальным рынкам мы с вами наблюдаем следующую картину. На ваших экранах индексы MSCI по России, это зеленая линия по Emerging Markets, фиолетовая линия по Японии, красненькая линия по Европе, синяя и по Соединенных Штатам Америки белая. График нормализован по январю 2013 года, то есть 0% это январь 2013 года. Как мы видим в, действительно, в 2014 году, вот я белой пунктурной линией здесь обозначил динамику с начала 2014 года, по Америке у нас в целом флотовая динамика, по Европе немножко позитивная, и мы видим довольно хорошее ралли, мы увидели с вами на рынках Emerging Markets, на развивающихся рынках. И что хочу сказать, пока что там динамика позитивная сохраняется по развивающимся рынкам, ну, в России своя история, как вы прекрасно понимаете. Здесь с марта месяца мы ушли в свою геополитическую игру играть, и существенно нарастили дисконт к развивающимся рынкам в том числе. Ну, если бы, грубо говоря, если бы не было войны, я бы так сказал, да, вот если бы всех этих рисков сейчас бы не существовало, связанных с Украиной и так далее, то российский рынок в долларовом эквиваленте торговался бы процентов на 10-15 выше. Ну, думаю, даже на 15 выше бы торговался, поэтому я исхожу из того, что у нас в последние годы очень сильная корреляция с развивающимися рынками, на этом графике это очень хорошо видно, в 2013 год мы вместе с ними ходили, гуляли, вот, и если сейчас напряженность будет действительно спадать, я напомню, что 25 числа, то есть в это воскресенье состоятся президентские выборы в Украине, если там пройдет все без эксцессов, все будет спокойно, то эта геополитическая премия будет сокращаться, и российский рынок будет свой дисконт с рынками развивающимися сокращать, безусловно. То есть вполне возможна такая ситуация, когда рынок, в целом там развивающиеся рынки будут падать, может глобальные рынки падать, а российский рынок будет расти, либо держаться стабильно, именно за счет сокращения премии, вот той вот геополитической, поэтому так в целом настроения на рынке пока достаточно неплохие, достаточно позитивные, я так сказал. Что касается секторов российского рынка по индексу МВБ, здесь тоже график с января 2013 года нормализованный, и что мы видим, с начала 2013 года энергетика минус 50%, и с 2014 года здесь потери у нас достаточно существенны, порядка 10%, по металлургам, ну здесь основную роль у нас играет, безусловно, ГМК, суперидея российского рынка, здесь все неплохо, хуже рынка в этом году смотрелись, как вы уже знаете, телекомы и, ну кроме телекомы плохо смотрелись, а да, уже все остальные сектора, я смотрю, просто подросли, финансовый сектор восстановился, отчасти восстановилась нефтянка, это вот у нас фиолетовая линия, и потребительский сектор тоже часть потерь своих нивелировал, ну, вот что я хочу сказать по этому поводу, так, давайте я здесь немножко вот так вот выделю белые линии, начало 2014 года, так, чтобы вот было понятно, да, точка отчета 2014 года, какие сектора, как смотрелись, ну, нефтянка, как я уже сказал, в общем-то, неплохо смотрится, с начала года почти в нуле торгуется, вот, финансовый сектор, он с потерями идет, он идет с потерями почти в 10%, по телекомам тоже динамика негативная в целом, и по металлургам динамика хорошая, и по энергетике динамика тоже как в целом по рынку, ну, тут, то есть, единственный сектор, который себя неплохо показал, это металлургия, ну, это норникель, как бы, в принципе, всю тянет на себе одеяло, и нефтянка, которая хорошо выиграла от ослабления курса национальной валюты, и всей этой напряженности, которая существовала в последнее время, вот, такая картина, здесь пока что я не могу ничего такого по этой картинке сказать, там, судя по будущей динамике, там, чего-либо, да, либо что-нибудь спрогнозировать, я в целом сейчас занимаюсь подбором бумаг фундаментально сильных, фундаментально и компаний с хорошей дивидендной доходностью, мы вот вчера с коллегами смотрели, в принципе, по России можно собрать портфель сейчас до отсечек с дивидендной доходностью почти в 10%, все это ликвидные бумаги, типа, типа Сургута, Иона, типа компаний таких, как, там, Башнефть, таких, как, так, Сургут-Префь я уже назвал, Акрон, вот такие компании, то есть, там, ну, достаточно, в принципе, по рынку их легко купить, там, больших проблем с ликвидностью нету, и вот такой портфель, там, из 6-7 бумаг может дать вам дивидендную доходность в 10%, это достаточно уникальная для российского рынка ситуация, поэтому я вот в целом в эту игру играть буду, тему с дивидендами играть буду, потому что в целом считаю, что второе полугодие для российского рынка будет, по крайней мере, достаточно неплохим, и даже тот гэп, который может нарисоваться после дивидендных отсечек, он может быть достаточно быстро закрыт, вот такая вот, такое вот мнение у меня по этой ситуации, ну, и давайте календарик дивидендный я сейчас все-таки, все-таки для вас открою, мы, собственно, этот календарь рассылаем нашим клиентам, клиентам брокерской компании Китфрансброгер, ну, понятно, что дивидендных календарей много кто делает, мы своего рода ведем календарь, и сейчас я его вам представлю так, чтобы вы могли посмотреть на действительно хорошие дивидендные истории. еще пару минуток у нас на брифинг остается, так, ну, давайте посмотрим, сейчас я настрою, так, ну, что у нас, что мы здесь с вами видим, что мы здесь с вами видим, так, вот это можно убрать, вот это можно убрать, так, ну, вот, собственно, давайте по дивидендной доходности сейчас сортируем наш портфель, вот, я надеюсь, вам всем хорошо все это дело видно, ну, вот, собственно, что здесь, ООН, Россия, дивидендная доходность по ценам на пятницу порядка 14% сумасшедшей доходности по башнефти привилегированным акциям 13,7%, десятых процентов дивидендная доходность по окрону 12,6%, по башнефти обычки 9,6%, по солерсу 9,3%, по префам сургута 9,7%, по мвидео 8,7%, селикдар, ну, это уже такое, тут не ликвид, в основном идет, вот МТС, хорошая бумага, 7% дивидендная доходность, вот, по мегафону 7% дивидендная доходность, ну, в общем, тут список достаточно внушительный, и вот действительно, вот, взять первых 5 бумаг, допустим, и, или 6 бумаг, и средняя доходность по ним дивидендной будет порядка 11%, это еще раз повторюсь по ценам на закрытие прошлой пятницы, вот, бумаги достаточно ликвидные, вот, отсечки еще по ним не прошли под закрытие реестров по дивидендам, хотя, ну, основные отсечки там произойдут у нас в июне месяце, вот здесь это хорошо видно, вот, поэтому у вас еще есть время сформировать хороший дивидендный портфель, и, собственно, участвовать в этих дивидендных историях. Вот, на этой оптимистичной ноте я буду завершать наше утреннее мероприятие. Так, мне тут сразу вопросы задают, то есть, надо закупать российский рынок или уже поздно, ну, я еще раз повторюсь, я буду участвовать в дивидендных историях, сидеть до отсечек, то есть, даже если будет в моменте какая-то просадка по рынку в целом, да, то мне это будет не страшно, за счет дивидендных выплат спокойно пересижу любое негативное событие на российском рынке. Ну, вопрос спрашивают, что сейчас по отсечкам разнобой, закупишься под дивиденды, а потом опустят рынок, и вся прибыль потеряется. Ну, еще раз повторюсь, сформируйте портфель. Сейчас вот из крупнейших дивидендных историй, и даже если рынок на 10% просядет, по сути, у вас за счет дивидендов по портфелю будет суммарно ноль. Вот, ну, если вы такой пессимист по рынку, то смысла заходить нету. Если вы считаете, что второе полугодие будет неплохим для российского рынка, так же, как и я считаю, то дивидендная тема вам поможет. Покупать до ГОСа, или можно до закрытия реестра, или держать сколько-нибудь потом, ну, по компаниям уже по многим известной отсечке по именно дивидендам, поэтому закупаться необходимо именно под отсечку под дивиденды, не под ГОСу, ну, по крайней мере, по те компании, которые я уже сказал. Поэтому на вопрос, я надеюсь, ответить. Сколько держать потом, чтобы капнуло. Ну, я вообще сторонник таких средне-долгосрочных инвестиций, я считаю, что сейчас есть большое количество компаний, которые привлекательно фундаментально долгосрочно. Особенно для таких компаний, как Акрон, к примеру, очень хорошая история с точки зрения долгосрочных инвестиций. Таких компаний, как ГМК, Нарийский Никель, тоже очень интересная компания, которая будет наращивать дивиденды в ближайшие годы. Там, Сургут, Нефтегаз, в принципе, компания, акции компании Сургута, это, по сути, купонная облигация, которую каждый год стабильно платят дивиденды, очень высокие, и владение этой акцией, по сути, приравнивается, как хорошей облигацией с хорошим купоном. То есть, как минимум, три истории долгосрочных, интересных, я вам сейчас назвал. На этом будем завершать наше утреннее мероприятие. Всем большое спасибо за внимание. Завтра с вами будет мой коллега Андрей Архипов представить наши торговые идеи на российском рынке и на рынке срочном. Всем спасибо за внимание. Будьте аккуратны и до новых встреч. Продолжение следует...